Авиационный инцидент в аэропорту Наринмара, ДТП со смертельным исходом, участки для многодетных семей и ввод в эксплуатацию нового томографа. Эти и другие темы сегодня обсудили на традиционном совещании при губернаторе. Особое внимание участники заседания уделили переселению граждан из аварийного и ветхого жилфонда. Так, в ближайшие три года Ненецкий округ планирует приобрести 33 тысячи квадратных метров. Это более 700 новых квартир. Речь идет не только о столице региона. Обо всем подробнее в материале выпуска. Совещания при губернаторе в подобном формате снова станут традиционными, заявил Александр Цибульский. Обсуждать текущие дела и строить планы руководителей профильных ведомств и учреждений будут раз в месяц. Что касается докладов сегодняшних, то одним из первых выступил начальник регионального управления МЧС. Главная новость. Инцидент в аэропорту Наринмара в минувшую пятницу ИЛ-18 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Вероятная причина – отказ тормозной системы. По словам Виктора Ивкина, на борту находился лишь экипаж, никто не пострадал. Северо-западная транспортная прокуратура уже начала проверку по факту происшествия. Следующая тема – ДТП на улице Юбилейной. Авария произошла еще в прошлый вторник. Тогда автомобиль сбил пожилую женщину. Она переходила дорогу в неположенном месте. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте. В связи с участившимися случаями ДТП с пешеходами Александр Цибульский поручил своим подчиненным рассмотреть возможность модернизировать систему освещения на дорогах Наринмара и поселка Искателей. Надо вам на следующий год посмотреть какую-то программу по освещению пешеходных переходов. У нас действительно, вот так ездишь на машине, иногда просто не видно людей, которые идут по обочине или подходят к пешеходному переходу. Есть сейчас много технологий точечного прямого света, когда освещается именно территория пешеходного перехода, и она становится таким самым по себе уже объектом внимания для водителей. Поэтому надо в следующем году вместе с Олегом Коноповичем, Олегом Евгеньевичем посмотреть основные пешеходные переходы, обязательно осветить. Не обошлось сегодня и без критики. Александр Цибульский остался крайне недоволен деятельностью своего первого заместителя. Речь идет о реализации проекта «Народный контроль». В регионе его запустили уже давно, однако работает система неэффективна. Обращения граждан рассматриваются долго, а порой и вовсе остаются без ответа. С нами проведена определенная работа для нормативного закрепления ответственности органов власти и должностных лиц за работу в системе. Подготовлен проект постановления администрации, в соответствии с которым будут носиться изменения в положении об органах власти. Вот вы меня не хотите услышать в этом, у меня чуть больше опыта вот именно в этом направлении, чем у вас. Я видел, как это внедрялось в других субъектах. Это работает только там, где выделены отдельные диспетчерские службы и люди, которые этим занимаются. Только путем нормативного закрепления людям дополнительных обязательств, дополнительно ввести систему народного контроля, это работать не будет. Я много раз вам говорил, это обратная связь с населением. Самая простая, самая быстрая, самая оперативная с точки зрения реагирования на нее. Мы можем написать еще 200 регламентов, инструкций, кто как должен делать, начать всех наказывать. Но люди справедливо вам будут говорить, что у них есть другие обязанности, которые прописаны в их регламентах. Я не оставлю вас, это не рассосется, само собой. Это приоритет номер один. Это быстрая связь и обратная связь с нашими жителями. Следующий вопрос, который рассмотрели на совещании переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. Глава региона напомнил, задача является приоритетной. Так, руководитель профильного департамента Александр Лидер сообщил, до 2021 года администрация округа приобретет собственность более 700 новых квартир. В дальнейшем они будут переданы тем, кто нуждается сегодня в улучшении жилищных условий. В городе Наринмар это 560 квартир, в Искателях 132 квартиры. Также уже проведены конкурсы на покупку квартир в поселке Красном, это 9 квартир. В Несе одна квартира, Оксино 4 квартиры, Коткино 4 квартиры, Тельвиско 24 квартиры и поселок Искателя 16 квартир. Работать, чтобы человек на сайте понимал, что он вот в этом доме, в этом подъезде, на этом этаже получит квартиру и следил, как строится дом там. Это будет совершенно другая ответственность. Люди будут ходить, следить, смотреть и нам с вами, в том числе, говорить о тех недостатках, которые могут возникать в процессе строительства. Поинтересовался губернатор и о ходе работ по подготовке бесплатных земельных участков для многодетных семей. Что у нас с участками для многодетных семей? Отсыпают. Да, отсыпают. Уже отсыпано 15 тысяч клубов. Из скольки? Из 400. Но контракт двухгодичный, окончание в 2019 году. А какие перспективы, если они в этом году отсыпали 15, почему они не отсыпали? Александр Анатольевич, они сильно очень нарастили темпы. Буквально еще две недели назад было отсыпано 8. То есть они за две недели практически удвоили и темп достаточно серьезный взяли. Надеюсь, что они, ну, как бы нарастят еще темп. Немало вопросов у главы региона сегодня возникло и к руководителю Департамента финансов и экономики. Выступая с докладом, Татьяна Лагвиненко заявила, в субъекте успешно реализуется программа по поддержке местных предпринимателей. Объемы финансирования с каждым годом растут, а это значит, что коммерсантов в округе становится все больше. В этом году разыграно грантов на 8,9 миллиона рублей. Это 15 новых стартапов запущено в жизнь. На сумму 5,4 миллиона рублей 9 предпринимателей смогли модернизировать производство. Впрочем, цифры, представленные в докладе Александра Цибульского, не вдохновили. Вы рассказываете нам в течение уже года о том, что мы выдаем гранты успешно, довольно большой объем. Мы провели анализ предприятий, которые достигают целевых показателей, которые заявляют в документах на предоставление гранта. Но 90% предприятий не достигают или вообще приводят к банкротству. Мне кажется, что это говорит, ну кроме того, там есть большое количество людей, которые не являются начинающими предпринимателями, по сути, там регистрируют фирму двойник и через нее получают грант. Значит, это все говорит о том, что Центр развития бизнеса недостаточно эффективно выполняет эту работу. Хорошая новость для всех жителей региона. В Ненецкой окружной больнице установили новый томограф. Сейчас его настраивают приезжие специалисты. Жизненно необходимый аппарат заработает в начале декабря. Сегодня же стало известно. Не исключено, что через несколько лет в Наринмаре появится собственный магнитно-резонансный томограф, сокращенно МРТ. Теперь, мне кажется, надо определиться, нужен ли нам МРТ, магнитно-резонансный томограф. Мне кажется, он нужен. Мы можем с точки зрения экономики говорить, конечно, что дешевле нам людей направлять на обследование в Архангельске. Но вот за то время, пока я провел, я понимаю, что большинство людей, которым выписывается предписание за свой счет летать в Архангельск и сделать обследование на МРТ, туда не летят. И потом мы, к сожалению, выявляем проблему уже на той стадии, когда она трудно решаемая или не решаемая, прости господи, вообще. Руководитель профильного департамента Сергей Свиридов доложил, МРТ будет, однако сейчас существует проблема. Отсутствует специализированное помещение. Оно предусмотрено в пристройке главному корпуса окружной больницы. Вот только когда начнется ее возведение, пока не ясно. Олег Хатанзейский, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.